Сочи как город-фестивали отлично подходят для проведения Дней корейской культуры, отметил директор культурного центра посольства Республики Корея Пак Хюнбон. А еще корейский город Хюнчхан принял от Сочи эстафету проведения зимних Олимпийских игр. И Корее есть чему поучиться у Сочи в плане организации мировых событий, считают гости Южной столицы. Считаем, что наше сотрудничество, которое завязалось и до Олимпийских игр, и теперь уже после Олимпийских игр является хорошим, дружественным подспорьем для наших двух городов. А пока запланирован культурный обмен. С 3 по 7 июля в Сочи пройдут Дни корейской культуры. Все мероприятия состоятся на базе отеля «Пулман». Уже сегодня там развернулась фотовыставка «Ханбок». В ее рамках гости Южнокорейского фестиваля смогут познакомиться с историей традиционного костюма жителей этой страны. Здесь же на базе отеля пройдут показы трех корейских фильмов. Зрители увидят боевик, комедию и драму. Также гостей фестиваля ждут мастер-классы по приготовлению корейских блюд, а еще выступления народного ансамбля корейского танца. Вход на все мероприятия свободный. Кстати, на мероприятие планируют приехать и представители корейской диаспоры из Ростова и Краснодара. Поучаствуют и представители общины из Сочи. Корейское объединение насчитывает более 200 человек. На этом сотрудничество двух стран не закончится. В планах и образовательный обмен. Например, организация в Сочи курсов корейского языка. Такие события, взаимный обмен, не только культурными программами, еще будут расширяться. Если с этой области мы начнем сотрудничество, всегда трудоустройное развитие будет вдоль экономики и политики. Поэтому, как благодаря проведению земной Олимпийской игры в Сочи, наши корейцы гораздо больше, гораздо лучше знали и знают сейчас в Сочи.